Всем привет! Меня зовут Валентина Ковердяева, я организатор и ведущая праздников, свадебный эксперт. И в этом видеоролике я хочу с вами обсудить такую тему, как свадебные приглашения. В какой момент их стоит отправлять, как их сделать, что нужно указать в свадебном приглашении, какую информацию, чтобы ваши гости успели подготовиться к празднику, и сделать это все максимально удобно, легко и просто и для них, и, конечно же, для вас. Первое, с чего мы начнем, это дата отправки приглашения. Приглашение может быть доставлено до отрезата только тогда, когда есть вся необходимая информация для этого. То есть вы уже выбрали дату вашего праздника, подали заявление, вы уже точно знаете, на какой площадке вы будете отмечать праздник, у вас уже готова концепция, и вы понимаете, в каком стиле пройдет само торжество, какой дресс-код, внешний вид вы хотите видеть на ваших гостях, ну и, конечно же, если у вас уже выбран организатор, его контактные данные. Ну и теперь давайте перейдем к самому важному, это информация, которую мы указываем в приглашении. Первое, самое важное, это дата вашего праздника, причем не только число, но также и день недели, потому что многие до сих пор думают, что свадьба празднуется только в субботу, но это далеко не так. Вот чтобы не случился конфуз, и ваши гости не приехали на вашу свадьбу в субботу, а, допустим, вы ее планируете в воскресенье или в среду, укажите, допустим, 13 августа, это суббота, ждем вас. Дальше мы обязательно указываем место проведения торжества, причем не только название, потому что и в Москве, и в Подмосковье, и по всей России, и в мире есть несколько названий площадок на разных адресах, поэтому обязательно указывайте точный адрес проведения праздника. Конкретную информацию о том, когда ехать, нужны ли парковочные места, платно-бесплатно, через какую трассу проехать, эту информацию вы укажете гостям уже позже в общем гостевом чате, ну или лично. Но вот изначально в приглашении, конечно, стоит указать место, потому что люди, которые планируют посетить вашу свадьбу, они должны заранее спланировать свой маршрут. Кто-то не живет близко к площадке, кому-то нужно брать билеты на поезд, на самолет, а кто-то будет подстраивать дату своего отпуска на работе под ваше торжество, поэтому это тоже важно учитывать. Следующая информация, которую стоит указать, это информация про подарки. Если вы не хотите, чтобы на вашей свадьбе были цветы, укажите, что вы уезжаете в свадебное путешествие, гости, пожалуйста, воздержитесь от цветов, потому что они очень быстро завянут, и они нам по сути не нужны. Мы не успеем насладиться их красотой. Если же вы вместо цветов хотите, чтобы гости подарили вам, к примеру, вино или алкоголь, корм для домашних животных, настольные игры, какие-то книги, также укажите это в приглашении. Если вам хочется, чтобы ваша свадьба была стильной, а я уверена, что это так, попросите гостей соблюдать дресс-код мероприятия. Это абсолютно нормально, когда мы просим прийти в какой-то определенной цветовой гамме, давая несколько вариантов цветов и красок для наших гостей на выбор, обычно это 5-7 штук. А также вы можете указать дресс-код коктейльный или вечерний, или спортивный, или еще какой-то, в зависимости от того, какую стилистику и концепцию вы создали со своим организатором или самостоятельно. В случае, если вы это не сделаете, будьте готовы к тому, что на вашей розовой, пудровой, пурпурной свадьбе будут гости, которые, возможно, придут в лимонном цвете платья, будут гости, которые забьют на вечерний дресс-код и придут в джинсовых шортах или, допустим, в футболках. Чем больше вы информации дадите вашим гостям, вашим родственникам и близким, тем проще им будет сориентироваться и тем красивее по факту будет торжество, тем оно будет более целостным. Также не забудьте о том, если вы хотите, чтобы на вашем празднике были только взрослые гости, чтобы они не привезли с собой всю свою многодетную семью, которая иногда может кричать, мешать где-то в программе, которой нужно заказывать дополнительно аниматора или комнату, в которой они смогут провести время. Обязательно укажите возрастную градацию 18+. Если ваши гости адекватные, они не будут наставить, не говорить, что «Ой, моя доченька двухлетняя, она такая прекрасная, возьму ее с собой». Они просто не всегда понимают, что такое взять двухлетнюю доченьку с собой. Это не всегда удобно, комфортно и не всем это нравится. Поэтому вот это возрастное ограничение, в случае, если вы этого хотите, обязательно должно быть одним из пунктов вашего пригласительного. Ну и, конечно же, в конце этого приглашения укажите, что вы их очень сильно ждете, и что у вас есть организатор или человек, который будет принимать от них ответы по дедлайну. Пусть они, допустим, до какого-то числа дадут ответ о своем присутствии. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы смогли сформировать меню на определенное количество персон, закупить алкоголь. Для того, чтобы вы подсчитали количество столов, которые будут стоять на вашем празднике, и не сделали это вот так вот наобум, а сделали это грамотно, четко и последовательно. И в конце обязательно указываем номер организатора, который будет принимать эту информацию, который будет все учитывать, который будет все фиксировать. Организатор, которому можно задать все интересующие гостей вопросы. Человек, который снимет с ваших плеч определенный груз ответственности и, опять же, поможет вам расслабленно готовиться к этому празднику, а не в одиночку. Помните о том, что пригласительные могут быть не только печатными, но они также могут быть и в электронном виде. Кто делает пригласительные? Либо я, как организатор, потому что я умею и пользуюсь сервисами для создания пригласительных, либо это дизайнер, который разработает для вас макет удобной формы, чтобы вы смогли его отправить по WhatsApp, Telegram, открыткой на почту и так далее. Либо же приглашение может быть напечатано на бумаге, но помните о том, что все эти приглашения вы будете отправлять либо с курьером, а это дополнительные траты, либо вам придется объехать всех ваших гостей самостоятельно. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я уверена, что он был для вас полезным, поэтому поблагодарите меня прямо сейчас лайком, подпишитесь на этот канал, потому что здесь выходят не только полезные обзоры, не только полезную информацию я вам даю о том, как готовиться к своему празднику, но и также здесь вы можете найти обзоры на все популярные и не только площадки для проведения вашего праздника на канале Свадебный Ивент Ревизора. Я говорю вам спасибо, прощаюсь совсем ненадолго, мы увидимся совсем скоро, либо в следующем ролике, ну или же на вашей свадьбе. Субтитры создавал DimaTorzok